Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast, 55-й выпуск. С вами в студии в этой виртуальной, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Сергей Аверин, технический эксперт и конференционный маньяк, как он сам себя называет. Серега, привет! Привет! Ну, по традиции, добавь пару слов, может быть, чуть раскрой, чем ты там занимаешься и что ты такого маньячишь. Я работаю в компании Acronis. Это очень крупный российский разработчик программного обеспечения, известный во всем мире, который занимается решениями о защите данных и, в частности, например, резервным копированием. Это наш основной мейнстрим. Ну, да, я думаю, что большинству слушателей Acronis может быть известен, знаешь, еще когда там True Image и прочие вот эти штуки, когда надо было там забыкапить жесткий диск и там накатить куда-нибудь, раньше всегда использовали. Да, ну, сейчас все в основном переходит в облако, поэтому у нас основная линейка продуктов, она все больше и больше становится облачной. Работаю техническим экспертом, человеком, который делает маленькие проекты, пилотные версии, разрабатывает новые технологии, а очень часто хожу, выступаю на разные конференции, ну, много лет подряд. Ну, да, я думаю, ты еще, насколько я помню, раньше работал в БАДУ, и еще даже с тех пор ты уже, так сказать, там тоже выступал, что-то где-то рассказывал на всяких девконфах и прочих. Ну, да, да, в основном, конечно, главные московские конференции это HighLot и Read++. Ну, да, сейчас такие. Ладно, расскажи немножко, как вообще ты попал в IT, как это было у тебя? Нет, ну, погоди, я в IT попал с детства, у меня еще в детском саду был БК 0010-01, который купил папа, поэтому я программировал еще до школы. Ну, и хорошо, нет. Просто плохо, буквы как бы знакомые, но ничего не работает. Да, знаешь, кто был твой первый, я про язык программирования? Первым был язык Basic под БК 0010-01, у них там свой собственный синтаксис, и я даже помню, у меня был такой пластиковый картридж, его нужно было втыкать сзади, для того, чтобы появлялся этот интерпретатор. Ого, понятно. Вот так вот, да, то есть это была программа, записанная на какой-то ПЗУ, и этот ПЗУ отдельно втыкался в специализированный разъем. А все остальное, по-моему, если я не ошибаюсь, грузилось с кассетом, потому что у меня до сих пор где-то есть коробка кассет оставшейся, и даже магитофон где-то валялся специально перепаянный батей под вот эти вот разъемы советские такие, аудио, у которых там по 5-7 контактов. Ага, ага. Ага, ясно, ну хорошо, это еще до школы, а дальше, так сказать, все же там, ну и ты решил с тех пор как-то пойти тоже в IT, или все же... Да, но мне больше нравилось какое-то сопряжение с хардвером, и поэтому я как-то искал какой-то вуз, где можно было поучиться хардварным каким-то вещам, микроконтроллеры, интерфейсы, потому что программировать-то я, в общем-то, умел к моменту поступления в институт неплохо, и фрилансировал по мелочи, делал какие-то сайты людям, но основной язык, конечно, был PHP, ну PHP и JavaScript. Ну, понятно, да. Вот, но мне хардварная тема, как всегда, была интересна, я очень любил попаять, у меня много очень оборудования всякого для разработки разной радиоэлектроники, ну и вот я как бы пошел вроде как в вуз, ну и по папиным стопам, опять же, у меня папа учился тоже в МАИ, и тоже, ну он закончил радиотехнический факультет четвертый, и работает разработчиком военной техники. Угу, ты тоже учился в МАИ? У меня там, конечно, больше было беготни, чем проектирование. Пару проектов сделал на заказ людям просто за деньги, там всякие устройства по контролю за всякими security системами, но потом как-то не задалось, то есть часть моих коллег по институту осталась работать на предприятии, на котором вот, на котором проходили практику мы на пятом курсе, последняя как бы практика. А у меня, короче, не задалось, причем получилась очень смешная история, как, значит, почему не задалось. То есть у нас был какой-то длинный перерыв летом, и практика начиналась не сразу после учебы. И я, в общем, перепутал название станции метро, приехал не туда. В итоге потом, когда дозвонил своим ребятам, оказалось, что ехать надо на тот конец Москвы. Вот, и когда я приехал, я опоздал на час, и после этого выяснилось, что я дома забыл паспорт. А это был тоже, ну, закрытый объект, короче, да, без паспорта не пускают. И нам наш добрый руководитель практики сказал, что ладно, хрен с вами, поставлю вам автоматом. Оказалось, что автоматом была тройка. Вот, ну вот, короче, так я туда и не попал, и так вот и не сложилось, в общем. И в итоге у меня даже часть есть коллег еще до сих пор с группы, которые так до сих пор там работают. Там компания такая очень серьезная, полугосударственная, я так понимаю, которая занимается разработкой всяких медицинских систем и приборов охраны, всяких сигнализаций, видеокамер. У меня там пару коллег есть до сих пор работают на этом предприятии, как ни странно. Понятно, но у тебя не задалось, и дальше, собственно, как-то вот потом бабу... Ну, дальше как бы я понял, что те деньги, которые я зарабатываю, разрабатываю радиоэлектронику, я зарабатываю, ну, за три месяца столько, сколько на сайтах я делаю за месяц. И с этого момента я понял, что как бы, ну, программировать реально больше денег приносит. То есть на этом можно заработать, как бы на жизнь себе, чтобы как-то жить. А с радиоэлектроникой как-то все тяжелее, дольше, и самое главное, какой-то зарплатной перспективы тоже дико не было. То есть несмотря на то, что у меня как бы редкая специальность, там это разработка, ну, технологии производства печатных плат, как бы, и несмотря на то, что у меня достаточно там широкий был, ну, разный набор специализаций, в котором я мог работать, у нас еще отдельно курс был там про промышленные микроконтроллеры в институте. То есть, в принципе, я и микроконтроллеры умел программировать, и промышленные большие контроллеры злые. Вот. Ну, короче, какой-то дикой перспективы не нарисовывалось, там ни по деньгам, ни по перспективам. И как-то, короче, части моих одногруппников предлагали уехать за рубеж, там заниматься конкретно технологиями. Часть народу пошла в аспирантуру писать именно работы по... Ну, вот именно по технологии производства. Ну, вот. А часть народу как бы пошла работать. И вот я был из тех, кто пошел работать. Мне там совершенно случайно познакомился там с ребятами, давно знакомыми, там, как оказалось. Попал сначала там в одну компанию, потом в другую, потом в третью. Ну, и как бы... Ну, и плюс так получалось, что к концу диплома, это был шестой курс. У нас такое хитрое образование, там, пять лет полных. Пять с половиной, да. Да, и плюс полгода диплом. У меня то же самое, да, тогда было. У меня к этому моменту был опыт работы в офисе четыре года как бы. Из вот пяти с половиной. И поэтому, ну, как бы вот так получилось, что я просто пошел дальше работать и все. Понятно. Ну, ладно, давай немножко ближе, так сказать, да, вернемся. Как в айтишную такую струю. А расскажи просто немножко в целом, может быть, о тех проектах, которыми ты там занимаешься, да, сейчас в Акронисе. Ну, и основная тема наша, так сказать, сегодня, о которой мы там с тобой планировали поговорить, все же Go, но в смысле язык, который GoLang, да, для тех, кто вдруг что-то Go, а то вдруг, может, мы сейчас там про камушки будем разговаривать. Нет, вот, так сказать, опять, чтобы просто немножко понять контекст, где, чего, какие у вас задачи, и дальше уже немножко погрузимся. У нас основная часть кода в компании написана на как бы C и C++, в основном на плюсах. Вторая, следующий кодбейс по размеру, это Python. Вот. И следующий кодбейс по размеру, это, как ни странно, JavaScript. Вот. И я занимаюсь всеми проектами по чуть-чуть. То есть я работал в половине отделов компании, и в основном занимаюсь теми местами, где очень горит, где нужен какой-нибудь чувак, который срочно впилится, разберется и все спасят. Именно по технической части. Поэтому мне, в общем, пришлось потрогать все, вообще все, что есть практически, кроме Ruby. Кроме Ruby и Java. Вот. Очень много Python, C++, который у меня прям потрясывает по ночам, и я не хочу им заниматься. Мне приходится читать его исходники и переписывать кутишные исходники на Python. Python, JavaScript, TypeScript, Go, которого у нас как бы пока мало. Go – это некий перспективный язык, который появился так достаточно случайно, появился потому, что C++-ники, ну, как бы частично, они очень за, а частично там очень против. И у нас был некий пилотный, как бы тоже проект, попытаться запилить, вместо одного большого сервиса, много маленьких, распилить как бы ядро системы, которую мы в основном делаем, клаудной, на микросервисы, и мы потихоньку сейчас это делаем. Ну, то есть, такой обычный, поскольку когда был монолит, ну, так как обычно исторически сложилось, да, и вот, так сказать, в процессе модернизации решили его разделить, и как раз-таки один из маленьких вот этих микросервисов решили попробовать на голову запилить. Я так понимаю, да? Да-да-да, именно так. То есть, это был некий пилотный проект, и мы решили попробовать, и поскольку нужна была какая-то жертва, а я такой главный кидальщик на амбразуры, бросальщик на амбразуры, вот, решено было мне это задать, и я, соответственно, мало чего знал про этот язык, хотя он мне очень нравился, я был тоже очень руками за, потому что, ну, он прикольно выглядел, и вроде как-то квитация была хорошая. Вот, это было где-то год назад, соответственно, с тех пор, ну, мне пришлось много в чем разобраться в языке, и помогать соседним командам, соответственно, переписывать что-то, дописывать этот микросервис, и все такое. В общем, у нас-то, в принципе, все взлетело, хотя первый пилотный проект мы выбросили. Ну, понятно, расскажи все-таки, что... Но опыта набрали очень много. Что за сервис, в чем его, так сказать, идея-то была? Так, если можно... Ну, идея там достаточно простая, у нас, как бы, основной продукт, это резервное копирование, соответственно, оно состоит из двух частей, из некой серверной части, которая хранит файлы, и занимается менеджментом мета-данных, и расписанием резервного копирования, и агента, который ставится на компьютеры клиентам. То есть, отдельно там программа под Mac, отдельно программа под Windows, отдельно программа под Linux. Вот. И та часть, которая заведует вот расписаниями, мета-данными, местами хранения файлов, информации о том, какие диски, куда бэкапятся, какие настройки человек ввел, какое расписание сделал, исторически пишется как бы разными большими командами, но физически компилировалось в один C++ на бинаре, который просто работает с кучей разносторонних сервисов, и у него своя большая очень база данных в этом, господи, в постгре SQL. И мы потихоньку решили функционал этот на уровне команд и сервисов выпилить в отдельные микродемоны, которые бы между собой общались через RabbitMQ. То есть основной как бы посыл был, что RabbitMQ позволит быстрее и больше масштабироваться, чем масштабирование через базу. И Go тоже был постоку-поскоку, просто как типа альтернатива, которую очень хотели C++-ники попробовать, потому что на нем писать проще, и как раз потому, что у нас, ну так исторически складывается, что обычно люди пишут на разных языках компании, но вот с C++-ом вот беда. То есть есть как бы отдельные люди, которые его любят, и они соглашаются на нем писать, и есть люди, которые как бы его не любят и отказываются на нем писать. Он такой как шоколадное масло, его либо любят, либо ненавидят, среднего не дано. Слушай, а расскажи, да, чуть поперем просто, кто был, так сказать, инициатором? То есть это от C++ шло? Это в основном была C++-ная команда, да, потому что было несколько человек, которые были очень за, а были несколько человек, которые как бы пассивно против. Им нужен был какой-то эксперимент, как бы посчитать исходники, посмотреть, насколько это хорошо, и просто ложиться. У нас еще много разного JSON, и там отдельная боль, бывает работа. Ну, у нас все сервисы общаются с помощью REST, и с помощью JSON, поэтому вот самое главное было опробовать, как это вообще работает в GOP, потому что, ну, это типизованный язык, а JSON как бы не очень типизованная штука, и как это будет конвертиться, как это будет работать, и плюс в базе данных, ну, в постгрессе это хранится еще в третьем виде, и вот нужно было попытаться настроить вот это все дело. Вот. И попутно как бы попытаться решить задачу, как сделать по-человечески, обойти некие скошенные углы, которые в C++-ном коде делаются очень просто. То есть у нас, ну, вот в качестве примера, в C++-коде очень многие хэш-сумы считаются просто по указателю на память. Просто берется слепок памяти какой-то кусок там с именами файлов, и от него считается CRC32. Хотя на самом деле это список, в котором там набор файлов, и это, ну, действительно сишный список. И вот в Go как бы работать с поинтерами вот так вот, типа выбрать шмат памяти, там взять количество элементов, там помножить на длину строк, и посчитать CRC32 от шмата памяти, это не очень хорошо. Ну, как бы это можно сделать, в принципе, не сложно, но считается не очень кошерно. Поэтому нужно было придумать, чем заменить вот эти скошенные углы, которые все в C++ сделали по-своему, и которые не очень хорошо переносились на Go. В основном это вот касалось подсчета, ну, создания уидов и подсчета разных CRC32, ну, и похожих хэшей. Ну, в общем, и как прошло все это, так сказать, вот просто интересно. Начали переписывать. За сколько вы написали, так сказать, там какую-то первую версию? У нас изначально появилась как бы некая еще контролерсия команды, которая говорила, что надо делать на питоне. О, вот это интересно, да, так сказать, что были какие-то... И мы в итоге так и не могли решить, на чем делать, и в итоге получилось так, что я писал две версии. Сначала я писал на питоне, потом на фреймворке, которые у нас используются в компании. И задача была выжать максимальную производительность из этого кода. То есть в этом маленьком проекте не было ничего сложного. Это был REST, доступ к объектам из базы данных с минимумом бизнес-логики. В основном просто эти объекты писались, читались. Такой обычный CRAT-сервис, короче, по большому счету. Да, типа CRAT-базы данных, только с валидацией данных в полях. И задача была выжать максимальную производительность в том, что вот этот конкретный кусок, он был бы как бы будущей базой данных, хранящей большую часть бизнес-логики, и к нему бы просто часто ходили. В итоге, когда мы стали тестить этот питоний сервис, выяснилось, что все не очень просто, легко, и как бы в жизни тяжело и неказистое жизнь простого питониста. А иногда тяжело становится ровно в тот момент, когда ты пытаешься выжать максимум производительности. выясняется, что как бы надо делать асинхронный код, и наш фреймворк как бы асинхронный, и мы используем Async.io, ну, и поверх него используем фреймворк Торнадо, и поверх этого дела пишем свой код. Но выяснилось, что есть куча мест, которые с Async.io не работают, есть куча разных грязных хаков, когда даже для того же Торнадо есть прям отдельный слой абстракции, который заставляет его работать поверх Async.io, потому что, ну... Ну, изначально-то он раньше появился, да, конечно. Изначально, да, он появился раньше, и ничего про это не знает. Потом выясняется, что у Торнадо есть собственный объект Future, и у Питона есть собственный объект Future, и они называются одинаково. И, в общем, ты начинаешь со всем этим мучиться, разбираться, что же за объект тебе пришел, и потом самая главная беда, что база данных, например, большинство для них нет асинхронных клиентов. То есть для баз гряз, например, есть, но у меня было четкое требование, что это будущий сервис должен уметь работать с MySQL, Postgres, SQLite и желательно MSSQL. Вот такие были требования извне, их как бы нельзя бы обсуждать. И выяснилось, что для SQLite вообще ничего там асинхронного нет нигде, но это как бы не страшно, ладно, она медленная. Ну, SQLite, да, все же это такой вырожденный случай. Вот, для Postgres у Питона есть асинхронный клиент, но он не работает с SQL Alchemy, библиотека, которой мы пользуемся для построения запросов. То есть пришлось полсервиса выбросить и переписать все SQL-квери заново переписать на самодельном квери-билдере. Для MySQL асинхронного клиента мы не нашли и получилось, короче, так, что в какой-то момент мы встали в ступор. То есть либо мы пишем собственный асинхронный MySQL клиент, либо мы пытаемся все написать заново, чтобы у нас работал SQL Alchemy, как бы оба драйвера, либо мы пытаемся что-то делать. И вот этот какой-то внутренний конфликт, то, что как бы непонятно, что с этим делать, это был первый камень в огород. Второй камень в огород был то, что мы когда начали это тестировать, выяснилось, что есть много любопытных нюансов с тем, что мы изначально думали, что если мы сделаем 20-30 тредов, вынесем MySQL весь в отдельные треды, и у нас будет как бы асинхронное ядро в одном потоке, и 20 тредов там общения с базой, то это будет грузить процессор на 100%. Вот так не получается. Невозможно заставить Python грузить все ядра. Реально разница с полностью асинхронным режимом где-то 25-35% от ресурсов всего процессора. Вот. То есть, как только ты делаешь полностью асинклошный клиент, даже в одном треде это работает намного быстрее. Ну, то есть, не на порядок, но в один раз быстрее, в два раза быстрее. Вот. Как бы это был второй камень в огород, и вот мы мучились-мучились, и в общем цифры нас не устроили. Это как бы самый третий камень был в огород, что несмотря на то, что вроде как мы все сделали правильно, никаких-каких-то косяков не нашли, начали все это дело дебажить, начали смотреть, как оно там работает, мы в общем поняли, что достаточно много оверхеда получилось из-за того, что нам пришлось написать свой собственный фреймворк поверх торнадо, который работает поверх абстракшн-леера, который работает поверх слоев абстракции бутерброд такой прям получился. Вот. И как бы получилось так, что оно работало, код писать приятно, автоматическое там масштабирование по Трэдаму, много разных полезных плюшек, при этом все синхронно, но работает не очень быстро. Угу. Вот. И в итоге цифр у нас там заложено было, типа попытаться добиться там, ну, где-то там порядка десятков тысяч сообщений в секунду из RabbitMQ обрабатываемых, ну, то есть, это были сообщения на чтении запись объектов, но реально мы получили тысячи. Угу. Вот. Ну, то есть, на порядок так, грубо, если уж совсем. Да, получили на порядок меньше. Вот. Мы получили, по-моему, 1300 РПС, самое большое, что я смог сделать на своем ноутбуке, вот, на четырехъядерном MacBook Pro прошлого года. Угу. Вот. И в итоге, как бы, появилось некое желание написать все на Go, потому что попробовать, что, как бы, лучше, и потому что он асинхронный из коробки. В итоге, как бы, вот, был выбор по на Go, и мы стали потихоньку попытаться переписывать этот сервис на Go. И я реально сначала, как бы, язык не очень хорошо знал, и код очень сильно был похож друг на друга. Я не использовал горутины активно. У меня просто был набор горутин воркеров. Они все жили независимо. как обычно, такая проблема, что, да, поскольку немножко другая парадигма, да, и вот очень сложно так, ну, не зная язык, не набрав какого-то минимального опыта переключиться. И поэтому вот этот подход такой, ну, как, ну, создадим воркеров, там как бы, да, они там... Ну, да, да, то есть там суть приложения была очень сильно похожа на питоне. Там рожалась пачка воркеров, каждый воркер работал индивидуально, разгребал задания из... Ну, общей какой-то... Из RabbitMQ, да, и работал с базой. Прям вот тупая копия. Но мы на этой тупой копии получили двукратный прирост производительности из коробки. Вот, просто вот как бы просто переписав все. Вот. После этого, как бы, помучившись с оптимизациями, там, потратив еще какую-то кучу времени, выяснив, как работают механизмы коннектов там в ГО, резервирование, коннектов там под будущее, что... Как работают Горутины и прочее, мы смогли где-то еще раз в два это разогнать. В итоге мы 10 тысяч не получили, но из 1300 мы получили порядка 5-6 тысяч. Ну, все равно существенно, конечно. Вот. Но это на ноутбуке, как бы. То есть, на сервере, я так понимаю, мы бы десятки тысяч так и получили. То есть, надо просто больше ядер. Угу. Вот. Ну и, короче, по итогам этого дела я делал сравнительное тестирование, типа, в один процесс, в два, три, там, и год тоже с ограничением количества Горутин, там, в одну, две, три, и плюс я их там сам форкал тоже. Ну, в смысле, порождал Горутины по... в цикле, там, ну, можно было тоже прям механически выстроить, там, четыре, три, или там, десяток. И делал, соответственно, сравнение, насколько сильно мы можем загрузить ресурсы системы, и насколько мы можем сильно выесть все. И у нас тестовая пачка была сто тысяч сообщений, запросов на чтение плюс записи с базы. то есть, типа, обнови и верни новый ряд, как он вот после обновления. Типа, там, прибавь единичку, верни. Вот. И, соответственно, делал тестовое сравнение. Получалось, что Python плохо очень работает в режиме 1-2 треда, хорошо работает, когда тредов либо половина, ну, то есть, вот, у меня там четыре полноценных типа ядра, и четыре гипертредных виртуальных ядра. Вот, цифры 4, 8 и 16 в Python работают хорошо, то есть, практически все выедают. Но при этом медленнее Go примерно в 3-4 раза. Go лучше всего работает, когда у него вообще один процесс. Ну, то есть, 3-4 вспомогательные гурутины, которые общаются с базой, и 3-3 вспомогательные гурутины, которые общаются с RabbitMQ, и одна гурутина, которая занимается собственно работой. То есть, вот, асинхронная часть, которая процессит сообщения. То есть, реально, мой код работает в одну гурутину, и 2-3 или там 4 гурутины, они от меня скрыты, их порождает библиотека, которая работает с базой, библиотекой, которая работает с RabbitMQ. Вот. То есть, но разница в производительности небольшая. То есть, если, допустим, я делаю 4, то там порядка 5% просадка. Ясно. Ну, и расскажи, как вот вообще, так сказать, впечатления, ну, там и твои, и вот, так сказать, C++-ников, которые, соответственно, теперь перешли уже там на Go. Ну, не полностью, у нас просто очень большой кодбейс, но мы сейчас некоторые новые сервисы делаем. придется что-то поддерживать, просто интересно впечатление опять-то. там сравнивать языки, наверное, тут как бы сложно, но какое-то вот именно просто внутреннее такое личное ощущение. у нас так получилось, что C++-ники меньше сильно писали на Go, даже чем я, и после этого мы нашли команду жертву, которая полноценно, я им объяснял, что делать, и они делали. Полноценно писал сервис на Go, отдельная команда, которая тоже видела его в глаза первый раз. Но к тому моменту, как они начали его писать, я мог ответить на все их вопросы. Ага. Вот, кстати, тоже интересно, насколько быстро твое мнение освоить. Он правда, все говорят, что он достаточно легкий язык, я так на него тоже посматриваю. Он действительно достаточно легкий, если не заморачиваться вот с перформансом сложным, и не заморачиваться очень сильно с отказоустойчивостью, тогда все просто. Как только ты пытаешься сделать какой-нибудь сильно отказоустойчивый сервис, который как-нибудь сильно прогнозируемо работает, и очень четко ты понимаешь, что он упирается чисто в процессор, и все остальные ресурсы ты смог вывести до упора. Вот это делать уже реально сложно. Тут как бы это... Тут вот там шаманство и магия, все эти волшебные... Ну, для него есть целый пакет инструментов дополнительных, которые рисуют графики загрузки процессора, стеков, в какой момент какая грутина работала, какая спала, вот проектирование и тонкий тюнинг, это реально прям вот сложно. Ну, это настолько же сложно, насколько тюнить просто какую-нибудь систему из многих-многих серверов, которая работает там с каким-то разношерстным софтом. Ну, в принципе, просто написать код и запустить, он будет работать очень быстро и хорошо. То есть, ну, там как бы... Вот дальнейший следующий шаг, он действительно тяжелый и сложный. Но если нужен просто сервис, который будет просто работать, это несложно. Занимает где-то... Ну, я не знаю. Мне кажется, более-менее нормально можно начать писать где-то через три месяца ежедневного такого ковыряния. Ну, да. Я тоже, кстати, вот уже не от тебя первого слышал, что да, где-то два-три месяца на то, чтобы как-то так уже более-менее нормально начать что-то писать на Go. То есть, в принципе, довольно-таки... Ну, небольшой срок, скажем так. Мне кажется, в том же самом там C++-е это значительно больше срок. За три месяца вот так в C++-е легко не начнёшь, наверное, писать всё же. Ну, наверное, да. Но дальнейший рост, он очень тяжёлый всё равно. Он очень похож на C-подобные языки. То есть, тут придётся ковыряться и с указателями, и с тем, как он выделяет память, и с тем, как работают грутины. То есть, если глубоко докапываться, то там много толстого всего интересного. Слушай, ну, а вот скажи, как ты вот видишь всё же какие-то плюсы в Go, ну, по сравнению с тем, что там C просто, ну, скорость потом какая-то... У нас главный плюс, что питанисты на нём прекрасно пишут и не жалуются. То есть, как бы кросс вот эта функциональность внутри компании, она отлично работает с Go. То есть, питанисты могут писать на Go. Большинство питанистов на C++ писать отказывается. Понятно, да. Вот мы берём какую-то команду, даём ей там язык, проект и какой-то минимальный help, и у них всё как бы прекрасно работает. Они сначала очень жалуются, что у них такой слабый синтаксис, типа, ничего почти нету, совсем приходится там разбираться и мучиться, но потом находят какой-нибудь фреймворк популярный и на нём запиливают нормальный проект. Зато у нас очень много бизнес-логики, реально много, и поэтому, когда ты в очередной какой-нибудь новый проект переходишь, и у него там совершенно свой язык, на котором я имею в виду язык в смысле терминов, ты приходишь в какой-нибудь проект, который занимается планированием каких-нибудь резервного копирования виртуалок, и у тебя там огромное-огромное количество своих собственных специфичных терминов, типа, например, VMware аппликейшеном называется несколько виртуалок, функционально связанных между собой, которые запускаются и останавливаются как бы как одна. Ну, это вот типа... Ну, как обычно, предметная область, так сказать, но другая предметная область, так сказать, там, доменные модели, все такое. Вот в этом плане очень хорошо, то есть ты открываешь код любой команды, и ты можешь быстро понять, как бы, что происходит, поправить чужой код, единственное, что тебе остается понять, это именно терминологию, с которой она работает. То есть вот главный плюс в том, что этот маленький и слабый синтаксис, в котором нет многое из того, что есть в крупных и сложных языках, зато дает возможность быстро разобраться в чужом входе и в большой команде работать над одним кодбейзом, и какой-то большого количества головной боли по пониманию, что хотел сказать автор, нету. Потому что в C++ мы, например, активно используем перегрузку операторов, и она там очень злая, очень. Не, ну это вот обычный, обычный такой, знаешь, как сказать, палка о двух концах, да, когда у тебя слабый синтаксис, кто-то жалует, что вот я там не могу выразить свою мысль вот прямо так, как бы мне хотелось, там или как можно, да, на другом языке. С другой стороны, когда у тебя меньше вариантов реализовать одно и то же, да, тут опять-таки, как ты сам заметил, очень легко прочитать, то есть действительно вот, ну проще прочитать чужой код и быстрее его понять, потому что, ну как бы, меньше каких-то конструкций, которые там замаскированы, какие-нибудь там макросы, перегрузка операторов, функции, вот это все, это действительно как бы очень сильно, ну, усложняет процесс там внедрение или там нового человека в команду и так далее. Ну, у нас просто вот даже C++-ный проект любой, это за, ну вот, у меня уходила неделя, чтобы настроить компьютер для разработки под C++, то есть все компиляторы поставить, все зависимые тузы поставить, все зависимости настроить, у меня реально уходила неделя, причем настроить это получалось только на винде, с остальными системами все где-нибудь, что-нибудь сломано, и поэтому на винду ставилось три компилятора, они компиляют под mac, под linux и под винду, реально настроить это уходило неделя. В СГО мы тоже не умеем пока компилять под винду и в смысле на винде под linux и mac, хотя как бы вроде бы это можно делать, но мы пока так не делаем. Ну, вы так же под linux на linux, в смысле на родных платформах. Ну, да-да, мы компиляем на родных платформах, но зато поставить, настроить какой-нибудь проект вот из гид-репозитория компанейского, ну, вместе с установкой редактора, там, настройкой макросов там всего подряд занимает меньше дня. То есть, это вот самый сложный проект на Go. Если ты его первый раз в жизни видишь, максимум у тебя уйдет полдня. Я, слушай, расскажи, у вас какие-то выработанности, ну, так сказать, соглашения, там, по кодированию, наименованию все внутри компании? Да, у нас есть документ, который написал кто-то из энтузиастов, мы как бы там его соблюдаем. Но там в основном написано о том, какие библиотеки используют для логирования, как называть классы, что нужно писать readme, как написать readme, и у нас еще есть стандарт на package manager, то есть, в смысле, ну, на менеджер зависимостей. Ясно. Вот, но документ родился уже после того, как команда, которая там я подсказывал, написала какой-то первый боевой проект, и это все как-то вот в процессе боя родилось. Ясно. Слушай, ну, давай немножко ты говорил, что там всякие про горутины, да, и вообще про асинхроны из коробки, вот немножко про эту тему поговорить, да, так сказать, насколько, ну, в принципе, асинхронность штука такая, достаточно сложная, да, и там на разных, в разных языках она там реализуется, понятное дело, по-разному. Вот горутины, насколько я понимаю, в принципе, штука такая вот, прям очень, ну, для этого дела удобная, то есть, по сравнению там с какими-нибудь тредами, мьютексами, ну, в C++, так сказать, конструкциями, что-то такого, или вот, ну, немножко бы разное, я просто не очень силен в этом деле, просто, ну, а вот про, расскажи, ты себе просто, как, в принципе, в ГО принято там с параллельностью работать, с асинхронностью, вот с параллельно конкурентной вот эти вещи, чем здесь так, каналы, грутины, вот это все, так сказать, насколько это все хорошо, удобно. Ну, в первую очередь, как бы, почему народ любит ГО или вот, как бы, философия, она, в общем, заключается в том, что этих тредов можно родить очень много, и поэтому за ними можно сильно там не следить, и там с вычищением памяти и прочими делами сильно не мучиться, то есть, если бы в C там или в питоне можно было рожать тысячи грутины, многие бы программы были реально сильно проще. Вот, поэтому в ГО на всякие дополнительные второстепенные задачи часто рожают отдельные грутины и общаются с ними через каналы, и, как бы, отсутствие вот этого какого-то дамоклого мяча, который все время давлеет над тобой, что ты там не можешь их родить, там больше сотни, оно, как бы, полезно. Но это, как бы, в крупном корпоративном софте. Если смотреть просто какие-то самописные, простые какие-то вещи, то для большинства, на самом деле, программ на ГО, которые просто пишутся на коленке, для которых делают какие-то простые вещи, там, я не знаю, работает с консолью, загружает из интернета какие-то файлы, достаточно там двух-трех грутины. Они используются просто для логического разбиения программы на какие-то последовательные блоки, которые последовательно выполняются и передают друг другу какую-то работу. То есть, грутины являются аналогом обычных трудов, на самом деле, а очереди, ну, каналы являются аналогом каких-нибудь качественно написанных очередей с какими-нибудь внутренними логами, потому что на самом деле канал внутри ГО и есть буфер, у которого там два указателя, типа начало-конца и есть внутренний лог, ну, там целых два даже внутренних лога, поэтому на самом деле очень близко реализован, как бы так, как бы реализуется очередь десинхронизацией между... Ну, просто это скрыто все от тебя, как конечного, так сказать, программиста. Да, это скрыто от тебя, и это имеет свои плюсы и минусы. То есть, плюсы в том, что вроде как все просто работает, есть какой-то четкий набор правил, что можно писать, что нельзя писать. Но неприятности в том, что есть некие сложные вещи, с которыми ты сталкиваешься, когда уже прям сложный реально код пишешь на ГО, когда, например, ты не можешь проверить, закрыт ли канал или открыт, пока не будешь пытаться писать в него. Или, например, ты не можешь подписаться на события закрытия канала. То есть, кто-то его закрывает, ты этот оператив... Ну, ты не можешь создать, например, пару каналов, связанных между собой, что если один канал закрывается, второй, допустим, тоже закрывается. То есть, над всеми этими вещами зачастую приходится думать, писать какой-то дополнительный код, либо дополнительные га-рутины. То есть, нельзя, например... Ну, вот часто приходится делать десяток га-рутин, которые какие-то задачи снаружи получают, и они потом в... И суть этих га-рутин, ну, как бы они существуют только для того, чтобы читать из других каналов. А потом они все пишут в один канал. То есть, очень... Есть... Ну, как бы из-за того, что они достаточно простые, есть много архитектурных ограничений, когда можно было бы сделать бы и проще, но функционал эти каналы какой-то дополнительный функционал не поддерживает. Ну, там нельзя, например, посмотреть, сколько объектов лежит в этой очереди. То есть, пустой он или не пустой. Ты можешь только попытаться оттуда прочитать, и у тебя либо получится прочитать, либо не получится. Либо у тебя есть неблокируемая, как бы, попытка чтения, но ты все равно прочитаешь. Ты не можешь, как бы, просто узнать, есть там объект или нет, грубо говоря, или загруженность его. То есть, в этом плане они не настолько крутые... Сейчас. Там есть capacity... Ну, в этом... Там, в этом плане, как бы, они не настолько крутые, насколько я так понимаю, каналы в Ирланге, где... Там есть какие-то средства, механизмы внутри движка борьбы с congestion, то есть, когда много очень сообщений лежит в очереди, она не успеет, ну... Ну, пухнет, 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 пухнет. Да, когда пухнет, у них есть какое-то средство там обмена сообщениями, когда она говорит, что больше меня не присылает или присылает с задержкой. Ну, то есть, Ирланг чуть-чуть более глубоко пошел к дополнительному функционалу этих каналов. Я, как бы, все равно еще начинающий программист на Go и, может быть, до конца не договырялся до каких-то суперсложных штук, но мне пришлось и поразбираться в ATC с тем, как они реально внутри устроены, и что там в залоге, и с какой скоростью они работают. Вот. И при этом они, на самом деле, не супербыстрые. То есть, есть библиотеки, которые реализуют аналог таких каналов для C++ обычного, есть в интернете пропозал для Go, как дописать код, именно сишный для того, чтобы каналы работали быстрее. То есть, там они хорошо работают, когда у них мало читателей и мало писателей на один канал. В случаях, когда у них большое количество гарутин, висящих на одном канале, он начинает реально тупить, и язык под это не сильно хорошо заточен. Вот сильно забитые каналы работают достаточно медленно. Ну, тут я понимаю, как раз таки можно использовать какие-то внешние средства. Но, опять же, если тебе нужна большая очередь, но у у тебя есть там 0MQ, пожалуйста, дальше ты оттуда просто разгребай по чуть-чуть и уже, ну, немножко архитектурно, скажем так, решать эти задачи. Да, но иногда, короче, есть люди, которые делают хаки. Мне тоже приходилось один раз делать хак, это прям лазить в этот канал, ну, брать указатель на него и прям в канал лазить в определенный байт, который писал, закрыт он или не закрыт. И, ну, есть ли в нем сообщение или нет. Но потом, как бы, нашел способ без этого обойтись и выпилил все эти хаки. Волшебные. Но я знаю, что, ну, вот с такими мелкими вещами народ иногда борется с помощью хождения прям напрямую в память. Я знаю, что там есть такая проблема с конверсией строк в список байт. То есть, там есть, как бы, отдельный тип данных, это список байта, есть отдельный тип данных строка. И хотя они, ну, как бы, максимально близко похожи друг к другу, это разные типы данных, они немножко там по-разному хранятся. И есть, короче, особо веселые люди, у которых вот нужно часто делать такую конверсию, и они ее делают на поинтерах. То есть, прям копируют шмат памяти, прикладываются спереди какую-то длину строки, и получается это строка. То есть, они массив этот прям на лету конвертят строку. То есть, по-быстрому. Не так, как бы движок делал, не итерацией. Ну, да, да, да. Не то, что тебе приходится там через именно, ну, в смысле, программное-то, а просто памяти ссылку поставил, сказал длину и погнали, так сказать. Да-да-да, то есть, все равно такие плюс-плюсные хаки я встречаю в сети, но это какой-то суперкрутой высший пилотаж. Я пока до такого, никаких тяжелых вещей не допилился. То есть, мне, нам ни разу, несмотря на то, что мы в компании когда-то там давно было принято решение там запатчить питон, и у нас есть свой собственный акродисовский питон, вот, от которого мы сейчас всеми активными, ну, плавно избавляемся, и делаем просто свою DLL-ину отдельно, ну, SO-шник, который мы будем просто грузим. Большинство проектов просто грузят отдельный экстеншн, который реализует всякий специфичный для компании логику, и все. Питон как бы идет обычный. Ну, да, я так понимаю, это опять-таки вопрос поддержки, конечно, питон, потому что в своей версии, ты говоришь, поддержит, я так понимаю, ну, это достаточно геморройно, да, так сказать, из-за этого отказываетесь, да, соответственно? Нет, отказались из-за того, что сначала решили обрезать пакеты, и просто собирали не со всеми пакетами, потом понадобились какие-то пакеты сделать, а еще одна версия там появилась, там пришлось два форка что-то саппортить, и, ну, человек, который это делает, ему просто надоело это, ну, всем надоело, ну, то есть... Ну, да, немножко геморройно. Геморройно, согласен. Вот, а все пакеты почему-то не хотели, что-то там мешалось, и, в общем, получилось, что у нас свой собственный набор пакетов в стадолибе, то есть, как бы, все есть там, регексы есть, джессон есть, но каких-то пакетов там не было, то ли систем, то ли процесс, по-моему, и то ли платформ у нас не было, и вот периодически люди бегали, дописывали там эти пакеты, мы их включали там, ну, в общем, ну, это просто требует времени, и все, и как-то в какой-то момент мы поняли, что это саппортит один человек, и уже, как бы, хватит, и в итоге сделали так, что человек просто собирает SO-шник, ну, для текущей там современной версии питона, и мы просто пользуемся везде стандартным питоном. Хотя мы его с собой тащим часто, то есть, виндовые продукты с собой его тащат. Мы делаем некоторые штуки, написанные на Qt и на питоне, например, там питон по инсталлерам затаскивается. Понятно. Слушай, а расскажи немножко вот про кросс-платформенное что-то, реализация там на Go, да, потому что все, как бы, вот, один из таких тоже, как называют, а что... Слушай, ну, я делал консольный сервис, который работал на, там, Linux и на WinD, а тут как бы диких проблем нету. Самая главная большая беда, с которой сталкиваются таймзоны, они реально разные, и это беда вообще, прям беда. То есть, создатели Go, они, ну, кто-то, кто писал в библиотеку работы с таймзонами, он как-то не подумал, и у него в итоге есть отдельное название таймзон в Windows и отдельное название таймзон в Linux, и они несовместимы между собой. Они несовместимы, да, это... Даже мы у себя тоже с тем столкнулись, что когда там клиент, который на Windows в машине запущен, и мы говорим, слушай, ну передай там зону, он говорит, ну вот я там, что, системный вызов Windows, он там возвращает название, а понятно, что там не в базе, там не в Linux, не в User Local, там шаре таймзон, там ничего этого нету, и вот, то есть, приходится руками вот именно выбирать часовой пояс, но опять, часовой пояс это не таймзона, да, это немножко вот не совсем одно, синоним один к одному, и тут, да, вот, конечно, счастья нет. И в итоге приходится тащить, и в итоге все приходится перевозить на Linux, тащить с собой зипник, там есть виндовые сервисы, которые используют таймзоны, они должны с собой еще тащить зип-файл, который называется таймзон зип, по-моему, или зон зип, и это про это, ну, как бы очень скользко написано в документации, но его реально приходится везде с собой тащить. И в этом зипнике, там заэкспортированный какой-то сайт с ISO-стандартами, где написано вот, соответственно, название таймзон, там реальным каким-то кодам таймзоны, и вот все более-менее начинает работать, но виндовые в Linux все равно не поддерживаются. То есть с этим зипником Linux поддерживаются на Windows, насколько я помню, но виндовые будут поддерживаться только на Windows. Да, виндовые только на Windows, да. И приходится придумывать всякие свои собственные механизмы совместимости, и мне реально пришлось написать библиотеку, которая заходит на сайт microsoft.com, выкачивает там XML-ник с описанием, ну, у них прям есть нормальный XML-ник, который описывает, что за таймзона, какие ее параметры, и я в итоге по соответствию каких-то там, я уж не помню, но как-то я делал матчинг, и он, короче, сформировал... Пропрощаешь, условно говоря, в Linux-овую таймзону, чтобы уже с ней дальше работать. Да, Linux-овую таймзону переименовывал, и потом в Linux-овую мы разрезовливали, и вот так это все работает, чисто так ей вот. Ну, так вот придется жить. Вот, больше каких-то диких проблем не встречал особо. Ну, в Windows-е немножко с консолью какие-то есть беды, но не особо большие. Там, типа, вот, символы, которые не показываются, там, для набора паролей иногда показываются. Ну, как-то все это удалось побороть. Ты там еще помнишь... Цвета, по-моему, отличаются. Ты там еще, знаешь, рассказывал про всякие подключения Windows-овых дейлилик тоже какое-то, что-то такое. А, да-да-да-да-да, с этим тоже я сильно намучился, там, значит, с этим тоже очень много юмора. Значит, там в Go есть бага. Вернее так, там есть два механизма подключения DLL-ей. Есть, типа, чуть более быстрый, есть чуть более стандартный. И есть третий механизм. Это компилирование прям с сишными исходниками. Такой самый кондовый способ, которым большая часть народа пользуется. Но он такой очень любопытный. Там, типа, сначала в исходнике делается комментарий, туда вписывается хедр сишный прям. И он, положущее компилятором, вырезается из этого комментария по определенному паттерну. И потом компилится отдельно и прикладывается как-то внутрь. Ну, вот это прям магия, да. Да, это магия. А есть два как бы нормальных системных способа. То есть, там просто есть библиотека, там процесс, по-моему, называется, или прок. И у нее есть там lot.dll и lot.lazy.dll. Там найди адрес функции, вызови функцию с таким-то количеством параметров. Ну, то есть, в принципе, просто программный интерфейс. И любопытно, что почему-то, значит, под Linux как бы у этой библиотеки один набор функций поддерживается, а под Windows и Linuxовый, и еще свой. Вот. И я сначала написал код, который работал через that lot.lazy.dll. И мне нужен был код, который работал только под Windows. И он прекрасно работал до тех пор, пока не понадобилось из DLL вызывать, наоборот, код, функцию в гошном коде. И в итоге выяснилось, что это нормально не работает, но по понятным причинам. То есть, там у Go свой собственный движок со своими собственными грутинами, и там как бы кроме того, что должен передаваться указатель, нужно, чтобы там был какой-то специальный код, который бы запускал как бы ядро опять гошное и говорил, что вот окей, надо поднять эту грутину и вот вызвать такую функцию. И вот, короче, в этом как бы библиотека одна, но в ней как бы внутри два фреймворка. Есть фреймворк некий вот с поинтерами, более такой как бы C++ подобный, а есть фреймворк как бы с объектами, более виндовый. И вот виндовый работает в WinDen до этого момента. И все, как бы это просто у тебя программа работает, но вызов не проходит, просто ничего не происходит. Вот как бы код встает просто в ступор. Как бы ты, то есть, вроде функции вызова, на самом деле ничего не произошло. Просто вот как бы все зависло. Вернее, даже не все зависло, все продолжает работать, но ничего не сработало. Ну да, потому... Ну и вот пришлось, короче, все переписывать на вот более генерализованную версию библиотеки просто через поинтеры. То есть, ты там даешь там название DLL, она дает тебе некий поинтер в памяти, видимо, ссылающийся, наверное, на начало DLL. Загруженный какой-то, ага. И потом у тебя есть там, типа, найди поинтер на функции, найди начало функции, вот ты даешь этот поинтер, название функции, она тебе возвращает новый поинтер. И потом ты, есть третья функция, типа, вызовай функцию из поинтера с таким количеством аргументов и с такими аргументами. И ты эти аргументы тоже конвертируешь в этот, ну как он, CDQL, ну, в сишный вид вызовов. И передаешь, соответственно, на этой функции ссылки на эти аргументы, на количество их, на поинтер вот этой функции. Она тебе в ответ возвращает указатель на результат. И дальше там есть функция, которая этот результат конвертит там в гошный вид. Ну и вот так ты работаешь. И плюс есть такая же функция, которая говорит, что вот у меня есть, как бы, гошная функция, нужно сделать обертку какую-то в памяти, которая бы интегрировалась с C кодом, и вернуть указатель на эту функцию полученную. И тоже на тебе дает поинтер, ты его можешь передать, соответственно, в DLL. DLL потом просто по этому поинтеру вызывает эту функцию. Ну вот, ну, в принципе, все работает, просто пришлось побочиться две недели. Да, слушай, весело. Ну, там, то есть, баги совершенно странные. Там некоторые баги, кстати, в этой библиотеке лечатся только тем, что ты, значит, возвращаясь вот к этому механизму с магией и дописанием хедеров, там как бы вот этот режим компиляции C внутри Go, он активируется тем, что там в первой строке должно быть написано import C. Ну, это такой типа метод библиотека, который как бы отсутствует. Ну, вот если ты пишешь import C, это значит, что загружается как бы C-шный модуль, который говорит, что внутри будут C-шные исходники. И вот некоторые баги в этой библиотеке как бы лечатся тем, что ты в своем исходнике пишешь import C. Это включает режим совместимости вот какой-то C++, и по каким-то магическим причинам излечивает вот баги работы с DL. Да, но идеальных продуктов у нас нет, там везде что-нибудь найдется, ясно. Ну, она, видимо, тоже написана вот в этом двойном режиме, когда сначала идет C-шный хедер и что там вызывается, а потом, видимо, идет гошный код. И, видимо, где-то забыли это поставить. И поэтому вот эта системная библиотека, это так работает. Забавненько. Слушай, а расскажи, как, ну, немножко, знаешь, про вот, так сказать, такой ближе к девопсу, ну, то есть, вот доставка, так сказать, выкладка, да, новых там релизов, насколько отличается для гошных каких-то, да, проектов, так сказать, компонент по сравнению там с питоновскими, там, с C-шными? Ты знаешь, у нас там есть отдельный человек, который это настраивает, но нам с ним там приходится тесно общаться. Ну, в общем, по отзывам, конечно, с C++ там все проще и более привычно. У Go проблема в том, что компилятора есть два. Один стандартный, как бы, который идет в комплекте со своим толчейном, в который очень трудно залезть и что-то исправить. Второй компилятор – это этот GCC Go, который какие-то вещи не компилит просто, какие-то ошибки странные дает, и, в общем, он такой очень это еще сырой. Непонятно, пользоваться им или нет. И мы в итоге, нам пришлось заюзать стандартный толчейн, но у нас часть C++ на лотолчейна тоже патченая, и мы не смогли в гошный толчейн нормально все это дело прокинуть. Поэтому, например, зависимость, там как раз вот из-за этого и родилась проблема с тем, что нам нужен менеджер зависимости, который строгой версии пакетов там прописывает. В C++ мы все зависимости собираем там еще сильно заранее, есть отдельный прям репозиторий, где лежат все библиотеки, и мы берем их локально. В Go пока бы так настроить не получилось, но у нас такая система сборки есть в WAV, она на питоне написана, я не знаю, она широко популярна в очень узких кругах. Она позволяет с помощью написания питоневого кода сделать компиляцию чего угодно. То есть у нее просто есть набор какой-то бизнес-логики простой, который описывает какие-то объекты, там типа артефакт, там экзекьютабл, и вот конфигурэйшн там, и ты, соответственно, дописывая питоний код, можешь сделать компилятор под любой язык. Мы, в принципе, написали плугин, оно как бы все работает, но ребята, которые занимаются сборкой, там очень жаловались, что толчейн весь там свой, какие-то библиотеки там какие-то сторонние подкладывать очень трудно. И что пока что они не научились делать так, чтобы на Linux компиливалось сразу и под Windows, и под Mac. Вот, поэтому мы сейчас компилируем только под Linux массово, вот автоматически, с помощью билд-системы, но и продакшн гошных сервисов всех у нас тоже только под CentOS. Ну да, понятно, что сервера там есть на Linux, в принципе, пока что вам этого хватает. Да, но в принципе, короче, на Go есть такие жалобы, что вот эти все собственные, собственный механизм компиляции, собственное толчейн очень трудно конфигурируется и трудно изменяется, и в этом плане от C++ он хуже. Понятно. А есть как, ну, в смысле, как-то все же в этом плане, я так понимаю, не только же у вас, наверное, когда такие проблемы, то есть как-то оно развивается, кто-то что-то делает, ну, или в принципе это просто... Ну, вот есть часть народа, кто поможет GCC Go, кто компили, и там все по-другому. А есть, ну, есть, видимо, народ, который мучается. У нас, как бы, главное мучение там состоит в том, что когда мы используем вот эти сишные вставки, DLL и прочее, то нам нужно запускать вот этот режим совместимости с... ну, не совместимости, но вот режим компиляции, в котором часть гошного исходника вытаскивается и компилится как отдельный сишный, как бы, я так понимаю, обжиг, потом как-то линкер все это вместе собирает. И вот как раз C++ на компилятор у нас свой. Он не GCC. Ну, понятно. И вот этот компилятор мы не можем ему подсунуть. У нас в итоге получается, что часть бинарей собрана своим, ну, своим компилятором патчаным, а часть, как бы, бинарей собирает Go, и мы там не можем ни настройки покрутить, ни поменять, ни в библиотеке какие-то подложить, ни компилятор свой дать. Вот, поэтому, ну, пока вот так живем, как бы. Ну, оно работает. Ну, опять у нас есть такой, как бы, долгосрочный тренд на отказ от каких-то самописных вещей, в большей части в пользу просто унификации, там, доработки, выхода каких-то новых версий. Потихонечку, вот. Ну, да, когда, так сказать, большое количество, так сказать, кода Legacy, его так за пять минут не перепишешь и не откажешься от всего. Ну, да, ну, вот там от, у нас раньше система сборки там была на C написана, сейчас мы потихонечку на питоне систему сборки такую общую принятую переползаем. У нас там свой был питон тоже со своими пакетами, потихонечку сейчас переходим просто к питону 3.5 плюс SO, который можно загрузить, можно не загружать. Слушай, а расскажи немножко просто про твою инфраструктуру, то есть, так сказать, ну, там, CI, вот, так сказать, что вы используете, то есть, как вас там все это... Кстати, вот интересный вопрос, мы, знаешь, что, и как вы с тобой не дотронули, про тестирование гошного кода, что ты можешь сказать? Ты знаешь, с ним пока тяжело, то есть, я пишу только юнит-тесты, ну, вот самые стандартные тесты, в которых в документации много рассказано, когда ты берешь какой-то кусочек маленький, функцию какую-то, принимающую на фотке, ты данные проверяешь, что она там возвращает? То есть, просто обычный, там, условно говоря, ассорт там и так далее, что там функция вернула, вызвалась? Да, ну, типа, assert true, assert false, то есть, у меня есть там скачанный фреймворк, там изначально нету этих ассортов, есть просто success true и success false. Есть фреймворк, который делает вот эти, похожие на PHP-шные или там на джавовские, assert true, assert false, assert equal, собственно, ими я пользуюсь, но по опыту написания тестов для каких-нибудь программ, которые работают с горутинами, там можно закопаться очень надолго, и вот в этом плане, вот эта обратная темная сторона Go, что как только ты пытаешься сделать что-нибудь более-менее сложное с горутинами, зачастую приходится много думать, и так получается, что код, который ты видишь, он работает очень неявно и не очевидно, и пока ты не объяснишь человеку, что там происходит, какую горутину нужно постопать, какой дождаться, нормальный тест ты там не напишешь. То есть, приходится писать всякие хитрые обертки, которые, например, имитят какие-нибудь сигналы, ты этих сигналов дожидаешься, зная, что наконец вот та горутина отработала, там сообщение доставлено, и тогда как бы в конце теста проверяешь какой-то результат, потому что из-за этой синхронности ты, отправив сообщение в канал, не имеешь никакой гарантии, что его кто-то получил и обработал до момента, когда ты там переходишь к выполнению следующей строки. Из-за этого с тестами приходится мучиться. Ну, то есть, не то, что мучиться, но они очень сильно станут все похожи на подход к тестированию в мире JavaScript, где все как бы асинхронное, поэтому приходится прокидывать какие-то данные там или придумать какие-то средства синхронизации. Ну да, искусственно-то такие вырожденные какие-то. Поэтому в основном мы делали только нагрузочные тесты, ну как бы, то есть, попытаться написать скрипт, который заваливает RabbitMQ огромным количеством сообщений, смотреть, с какой скоростью они разгребаются, смотреть, как грузится база. И мы пишем юнит-тесты для этих сервисов, просто юнит-тесты, которые тестируют бизнес-логику, там, функционал, ну, на уровне юнит-тестов. Пока вот так. То есть, ну вот, до этого следующего шага, как бы, делать какие-то более сложные вещи, мы не дошли. И плюс мы тестируем всю систему целиком. То есть, у нас там, когда релиз-цикл там приближается к концу, забирается прям, ну, есть специальная команда отдельно автотестеров, и они там делают такое уже очень сложное, развернутое, нагруженное тестирование, когда собирают прям там пачку серверов, раскатывают туда всю эту виртуальную среду. Ну, интеграционное, что называется, тестирование. Да, делают, имитируют работу тысячи клиентов, смотрят, как бы ложится, а оно там не ложится. То есть, вот такие уже, мы тестируем всю систему целиком потом. А в продакшн вы выкладываете тоже, как бы, целиком, или по кусочкам тоже у вас, как бы, обновляете, там, независимо компоненты? Мы сначала, как бы, там делаем альфа-бета, потом некоторых особо, там, хороших клиентов обновляем заранее. А вот выкладкой уже в полноценный наш продакшн занимается команда, которая делает, ну, команда эксплуатации. Я, честно говоря, с ними так это особо не взаимодействую на эту тему. Как они там релизят, ну, как-то они там релизят. То есть, я им помогал писать релизные скрипты, мы вот сейчас используем Ansible, такая популярная достаточно среда. Известно. Вот. Но я точно знаю, что у них two-stage там выкладка. Они сначала накатывают как-то новый софт, потом как-то переключаются на него. Но, честно говоря, вот в этом отделе я не работал. Поэтому глубоко, как они выкладывают это дело, не знаю. Но там, поскольку система достаточно сильно модульная, там, например, вот механизмы там хранения самих бэкапов, они не меняются там почти никогда. То есть, как бы там файловая система, методики шифрования, принцип там нарезки этих файлов на блоке, он не меняется почти никогда. Ну, если он уже как бы был когда-то разработан и вроде дорос до стабильного состояния, какой смысл там что-то еще менять? А для сервисов, которые мы пишем, вот которые этим клаудом заведуют, как бы высоко уровня. То есть, в основном, вот отдел, в котором я сейчас работаю, занимается именно сервисами по управлению этим клаудом. То есть, по провиженгу ресурсов, заведению новых пользователей, предоставлению доступа, не предоставлению доступа, назначению паролей, ролей, каких-то действий, которые может или не может сделать пользователь. Вот это уже... для этого всего мы пишем миграции. То есть, в питоне в коде создаются миграции от версии к версии, которые с куэльзапросами меняют версию базы данных на нужную. И там уже, конечно, грубо говоря, сервис стопается, прогоняется миграция, и сервис заново поднимается. Но это работает достаточно быстро. То есть, у нас какой-то такой дикой суперсложности нет. Но сам понимаешь, даже несмотря на то, что там типа миллион записей пользователей в таблице у тебя будет, но не более того. Ну, понятно. Ну, то есть, с точки зрения как бы компании, ну, там у тебя будет миллион там или пять миллионов энд-юзеров, и там типа сто тысяч компаний. Ну, это одна таблица. Ну, максимум две. Ну, понятно, да. Все здесь были более-менее понятны. А вот метаданные, для вот именно которых много, метаданные о файлах, и ну вот запущен там бэкап, в какую дату был запущен, с какой скорости качался, мы храним в PostgreSQL в таком очень упосредованном виде, который не меняется. То есть, там база данных сильно-сильно упрощена практически decay value, и там смысла особо в миграциях никаких нет. То есть, там хранится просто дата начала бэкапа, дата конца там, как бы название файла. Ну, то есть, там вообще мы годами, вот эта инфраструктура, она очень устоялась, мы ее годами не меняем. У нас самое меняемое, это вот работа с пользователями, предоставление каких-то прав или каких-то специфичных видов бэкапа. Типа, например, забэкапся, а потом восстановись на другую машину, виртуалку, например. Если виртуалка поднимется, и в ней можно выполнить такой-то скрипт, тогда, значит, бэкап удался. И тогда виртуалку убей, типа, и отметь этот конкретный бэкап как удавшийся. Если, типа, виртуалка не запустилась там или скрипт нельзя запустить, значит, бэкап не удался. Вот эту бизнес-логику там в основном меняют. Ну да, это больше бизнес-логика, это не столько данных. Она много, ну вот именно миграции по данным там диких нету особо. Понятно. Слушай, ну ближе, так сказать, к завершению нашей беседы. Как ты думаешь, все же, вот где основное, так сказать, на область применения Go, да, вот, это все же действительно как, ну, принято, не знаю, какое-то такое устоявшееся мнение про всякие клишные какие-то тулзы такие, да, там, common lining. Вот, какие-то такие легкие, там, может быть, типичные сервисы, которые, там, принял запрос, куда-то отправил, слазил, положил. Либо же что-то более там, вот, ну, какие-то еще сферы могут быть, ну, в твоем, так сказать, представлении. Ну, в целом, если там, как бы, в институтской терминологии, это, конечно, все равно система массового обслуживания, по сути. То есть, это какой-то поток внешних команд или там запросов, или там директив действий, обработка их какой-то и куда-то складирование или выполнение чего-то. То есть, в основном, это выполнение большого количества параллельных мелких задач. Это REST, это интернет, это коммуникации, там разные рассылки смсов и вот такого рода вещи, сбор данных с каких-нибудь датчиков, финансы, всякие реалтаймовые чаты, ну, вот такого рода применения очень хорошо ложатся, потому что там сильно заморачиваться не нужно. Плюс можно делать на год достаточно хорошие отказоустойчивые сервисы, которые, то есть, будут либо обрубать грутины, либо эти грутины будут там дохнуть, вываливаться, но сервис будет продолжать работать для случаев, когда нужен код не очень сложный, но нужна именно очень надежная работа. Да, то есть, какой-нибудь сбор данных с каких-нибудь датчиков. То есть, как бы, даже если мы один раз не собрали, программа должна продолжать работать, если там даже там вывалились с каким-нибудь exception, то просто запустить гуртину заново и продолжить работать. Клишный тузы делать реально хорошо. Единственный минус – стандартная библиотека парсинга клеи, именно аргументов командной строки очень-очень грустная, очень. В питоне на две головы лучше библиотека из коробки, поэтому приходится притаскивать всякие сторонние библиотеки. Ну, сторонние тоже, наверное, каждый тоже есть, и появляются ли там как минимум, то есть, что-то такое же, потому что, в принципе… Сторонних много, да, но они тоже все такие немножко недоразвитые относительно питона, но я думаю, что там пройдет годик, и все будет хорошо. Ну, это просто, наверное, всего того, что банально язык молодой, скажем так, относительно, да, если так сравнивать с другими, то поэтому только-только так… И очень хорошо делать демоны и всякие сетевые сервисы. Мы вот делаем демонов, которые… Именно кроссплатформенно, я имею в виду, что вот где главной ценностью является кроссплатформенность. Вот очень удобно делать, бинар, он просто запускается и просто работает. То есть, какой-нибудь виндовый демон ногой – это вообще прям прекрасно. То есть, там, сходить в реестр, что-нибудь прочитать, какой-нибудь файл записать – прям красота, короче. Скачать из интернета какой-нибудь файл и куда-нибудь его положить какие-нибудь, обновить что-нибудь, записать какую-нибудь статистику. И всякие системные тузы На этом делать очень приятно То есть по большому счету Сишники за это его любят Это во многих задачах замена C и C++ Более простая Быстро поднимаемая Хорошо компилируемая на разных платформах Без лишнего геморроя со сборкой С установкой кучи каких-то пакетов Лучше всего на нем делать Систему массового обслуживания Которая требует мелкой работы Но большое количество работы в параллели Или если эта работа выполняется маленькими кусочками Как-то последовательно Ну за счет канала За счет грутин Где потихонечку подкладываешь За счет кучи каких-то мелких грутин Потому что в принципе их можно контролировать Их количество и смотреть с какой скоростью Они работают Что трудно делать На Go очень трудно делать UI Я пытался реально Очень геморройно сделать кроссплатформенный UI Это прям слезы Проще всего притаскивать кути Но Какого-то устоявшегося фреймворка для гона Кути пока нет Есть куча каких-то проектов Они все в полудохом состоянии И половина из них не компилируется Другая половина тянет миллион зависимостей То есть вот Ну это все пока болезни роста В питоне вот ты пишешь PIP install pyqt Как бы и все И все у тебя работает Сразу вот прям На всех трех платформах Сразу же можешь скомпилить И запустить приложение В Go тебе придется качать Кути из исходников Что-то куда-то подкладывать Пытаться качать эти альфа-версии Этих фреймворков Слушай, ну не знаю Вот в моем понимании Так сказать Коль ты тут так чуть тему затронул Давай немножко подискутируем Как-то вот что Go Там не знаю Что там PHP Я не знаю Ну на таких языках Писать GUI Ну блин, ребята Ну есть же как-то более Какие-то специализированные вещи Для инструмента Для этого Ну да, но почему бы и нет Ну вот Почему бы и нет Но это превращается в то Что все равно ты Вот Либо там действительно Там куча зависимостей Всякого всего Либо вот там сталкиваешься Все равно с какими-то Этими подводными камнями И так сказать Когда здесь на одной платформе Оно вот так А тут оно не работает Тут надо костылик прикрутить А тут вот ифик Тут илсик А вот тут надо там поменять Чтобы добиться Какое-то вот Ну Ожидание Да, что ты Скомпилируешь И там условно говоря Там на всех трех платформах Получишь UI Который будет одинаково выглядеть Который якобы тебе библиотека Которая там Ну предоставляет На самом деле Нифига такого нет Ну вот Я думаю Ты сам это подтвердишь Что все равно Где-то какие-то костыли И ну что-то как-то Не знаю Стоит ли Стоит ли вообще Вот на таких языках Пытаться это писать В принципе Ну в принципе Если софт достаточно сложный Он как бы Много очень Разной работы Хорошо ложится На модель Гурутин Поэтому в принципе Какой-то виндовый софт Вполне прикольно Писать на Го Но Мои мучения с кути Как-то закончились ничем То есть это был Просто домашний эксперимент Я в итоге Мне нужно было сделать Интерфейс под виндовс Я нашел Очень прикольную библиотеку Очень короткую Полностью написанную Го Которая делает Нативные вызовы Виндовс От этого GDI DLL Или как он называется Вот Прямо у нее Куча констант Там типа Создать окно Там заголовок окна И все такое И она прям делает Нативные вызовы В виндовах ДЛЛ И получается Очень быстро работающий Очень легковесный код И все это дело Обернуто в Гош Структуры Ты там создаешь структуру Вкладываешь их друг в друга Потом говоришь Вот Создай такой интерфейс И он создается И там прям есть Там реакция на клики На ховеры То есть Очень такой Компактный фреймворк С минимумом контролов Но Вот он нативный Под винду Работает Компилиция быстрой Внешней зависимости Кроме стандартных Виндовов библиотек Которые идут С коробки Не имеет И оно в итоге Работает реально быстро Удобно Если не сильно Заморачиваться Ну там С раскраской И вот бордеры Чтобы были такого цвета Кнопки круглые Ну там в QT Можно много чего навернуть Ну понятно Да В QT В QT В .NET Как бы То что заточено Под UI Там конечно Возможности Визуализации Скажем так Я в итоге даже Нашел Как бы там же код Как рисовать На форме И даже у меня Картинки рисовать Удалось Там типа Ой я не помню Там по-моему Создается буфер Какой-то битовый У него там Типа Каждый пиксель Является четырьмя числами Насколько я помню И ты их заполняешь И потом говоришь Вот этот буфер Отрисовать на этой форме И она рисуется Можешь картинку туда Отрендерить Ну это такие уже Знаешь Какие-то да Но это все равно Очень похоже на C++ На геморрой То есть ты постоянно Работаешь с константами Которые реально Какие-то хексовые Константы У тебя там баттоны Чекбокс отличаются Просто циферкой Это конечно любопытно Ну и в итоге Я так вот решил проблему Оно как бы работало Понятно Слушай Ну мы с тобой Так мы уже за час Даже перевалили Давай наверное Потихонечку Заканчивать Ты спрашивал еще Про инфраструктуру А да Вот Мы же как-то Сбились Ну мы как бы Ну у нас Достаточно стандартно все То есть у нас Jenkins Jira Jenkins как бы Билдит проекты Как ты их там Ему подсунешь Ну вот Что еще Выкладка делается С помощью Ansible Да Это ты уже сказал Я поэтому Мы используем Виртуоза Соответственно В ней контейнеры С CentOS И вот этот весь Волшебный клауд Он раскладывается По контейнерам То есть И эти контейнеры Масштабируются То есть как бы Каждый контейнер Может быть несколько штук И между собой Это все связывается Либо через базу То есть просто Соседние демоны Ну там один демон Я не знаю Управит пользователями А другому демону Просто нужно прочитать Какие-то пользователи То они либо через базу Связываются Либо какие-то Высоко нагруженные штуки Работают через RabbitMQ Понятно А какой-то такой Оркестрации Там ну Централизованного управления Сервисами Вот там Реестров Такого ничего нет У вас То есть по сути Как сейчас там модно Я забыл что-то Не, погоди Ну поясни В смысле У нас как бы Есть Вот клауд Который мы делаем В нем есть консоль Через которую Создается пользователь Назначаются Разные сервисы И пользователи Их там Эти пользователи Следующие пользователи Внутри себя заводят Ну то есть Мы передаем Перепродаем Наш сервис партнерам Партнеры перепродают Под партнером Под партнерами Передают Конечным компаниям Конечные компании Передают сервис пользователей У нас такая очень сложная Схема наследования И на каждом этапе Этой иерархии Ты там можешь Выделить квоту Можешь переименовать Там сервис Натянуть какие-то Картинки новые То есть Переименовать его Вообще С точки зрения Когда ты говоришь Там несколько контейнеров Может быть Ну одинаковых Там 10 штук Собственно говоря Соответственно У каждого У них там свой Не знаю адрес Там где свой порт Где не слушать Как Там просто стоит Консоль Есть да Но ничего сложного То есть Мы велосипеды Стараемся сейчас Уже не изобретать Про велосипеды Мне Женя Сервисов просто Очень много Ты сказал про велосипеды Женя Фомин Мне очень просил Не упоминать Электровелосипеды В нашем подкасте Иначе он затянется Там часов на Нцать Ну да Да Поэтому я думаю Это можно Отложить там На В качестве темы Для следующего выпуска Не Приходи пожалуйста Я расскажу Просто это реально Надолго Ладно Серега Спасибо тебе Что пришел Давай на этом Поставим точку Если что-то В заключении Хочешь сказать Добавить То Попробуйте Обязательно Написать Какую-нибудь Маленькую программу На Го Пройдя просто Гайди тур На сайте Гугла У них там есть Тур Прям Да Вот этот тур Реально прекрасный Интерактивный И все такое Вот Попробуйте Написать Какой-нибудь Маленький Тулзу На Го И вам это Реально Понравится А потом Пройдет год И вы будете Знать Как по указателям Строки Превращать В массив Байс Да Друзья Пробуйте Го Будут вопросы Пишите Самая главная Беда Го В том Что в нем Нет дженериков И поэтому Есть Специальные Веб-сервисы Которые делают Дженерики Очень хитрым Образом Ты типа Пакет ставишь И вот по имени Пакета Создается дженерик Прямо С этим именем Внутри Вот Да Тема дженериков В Го Такая Холиварная Очень холиварная Но мне тоже Реально не хватает Главная проблема Го в том Что у него Очень скудный Синтексис И это же Главное Его Бенефит То есть Этот язык Намного лучше Чем многие Из других На которых Мы программируем Потому что У меня В компании 250 человек И у меня Периодически От людей Уже мерцает Перед грозами Бывает По 5-6 отделов В одном проекте Задействовано И поэтому Гораздо проще Открывать исходники Которые хотя бы Похожи Друг на друга Потому что Когда ты видишь Перемножаются Два объекта А на самом деле Эти два объекта Из тебя представляют Какие-то сложные Дикшенри Многоуровневые Вложенные друг в друга И перемножение Это на самом деле Операция конъюнкции Типа Вот Тебе нужно Кучу исходников Перепахать Сходить двум людям Спросить А все-таки Что означает Звездочка Равно В этом плане Конечно Это очень хорошо И просто Го Это отличный язык Для крупных компаний Когда Над одним проектом Работает больше Чем один человек Ну Да Спасибо большое Что позвали Зовите еще Можем похолеварить Про велосипед Я как раз Делал доклад На Рите В прошлом году Про это Да Друзья Спасибо Что были с нами И до новых встреч Пока-пока Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok